30 августа 2018 года стало известно о смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона после продолжительной борьбы с онкологией. У артиста осталась жена, двое детей и семь внуков. В видео мы предлагаем вспомнить малоизвестные, но любопытные факты из биографии Иосифа Давыдовича. В студенческие годы Кобзон вынужден был подрабатывать грузчиком. На тот момент он уже был известным исполнителем, но работа ему нужна была, чтобы выходить на сцену в красивом костюме, а не в старой одежде. На главном новогоднем шоу России певец появился в брюках, на которые заработал собственным трудом и силами. Артист в совершенстве владел только русским и украинским, но, по его словам, ему было достаточно месяца пребывания в новой стране для уверенного изъяснения с иностранцами. За время сценической жизни Кобзон побывал с гастролями более чем в ста странах мира. Народный артист установил личный рекорд по продолжительности концерта. Свой прощальный концерт он начал в 7 часов вечера, а закончил в 7.40 утра. Несмотря на такую продолжительность, с мероприятия никто не ушел. Все остались довольными. Многие даже не заметили, как пролетело время. В 1995 году Кобзон стал невыездным, после того, как его не пустили в США. Руководство США направило на артиста ориентировку в Интерпол, называя его главой мафии. По словам самого певца, этому есть простое объяснение. Наши спецслужбы тогда настучали на него американским коллегам, называя его крутым бандитом и наркоторговцем. Это связано с масштабной кампанией клеветы, которая проводилась против него с 1994 года на волне с конфликтом Ельцина и Лужкова. Народный артист курил с 14 лет и бросил лишь в возрасте 66 лет. А в 2015 году рядом с аэропортом имени Джона Кеннеди Иосифа Кобзона задержали полицейские. Причиной стал незаконный въезд на территорию другой страны. Певец был в компании Джона Траволты, на самолете которого Кобзон и прибыл в США. Компания Траволты никого не удивила, ведь они с Кобзоном – давние друзья. А еще Иосиф Кобзон занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Певец признан самым титулованным артистом страны. Иосиф Кобзон одним из первых вступил в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке. Тогда группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. Всего артист четыре раза ходил к террористам. Ему удалось уговорить отпустить нескольких детей и их маму. Каждый год 26 октября возле «Норд-Оста» проходят мероприятия в память о жертвах теракта. В этом году церемония памяти пройдет уже без Иосифа Кобзона. Продолжение следует...